Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» я расскажу о уникальном веществе – дегидрокварцетине. Из данного видео вы узнаете, на основании каких исследований, каких институтов были выявлены уникальные лечебные и профилактические свойства этого вещества – дегидрокварцетина. А самое важное для большинства людей, особенно это актуально в наши дни, в связи с будущей второй волной коронавируса, в чем нет никакого сомнения, что она будет, так вот его воздействие на коронавирус, на COVID-19 и иные вирусы и бронхолегочные заболевания. Вы узнаете также, при каких заболеваниях и состояниях организма его стоит применять, и что это такое вообще за вещество. Я очень советую даже ленивым и торопливым зрителям все же дослушать это видео до конца, так как, возможно, эта информация вам поможет справиться с текущими и будущими разнообразными заболеваниями и уж точно в отдаленной перспективе продлить жизнь всем людям, а в текущей перспективе всем тяжело больным. Мой вам совет, слушайте, ставьте на паузу и конспектируйте, выписывайте данные рекомендации, особенно когда речь будет касаться определенных заболеваний, при каких стоит применять дегидрокварцетин. И почему, собственно говоря, за счет чего это вещество работает, как оно работает. Вот, слушайте внимательно. Да, а в самом конце видео я приглашу вас на мое практическое занятие семинар по созданию и функционированию зимних садов и теплиц, которые пройдут в Пушкинских горах в самом начале октября. Так что же такое дегидрокварцетин? Дегидрокварцетин это сильно действующее флавоноидное вещество, извлекаемое из корневой части лиственницы сибирской и даурской. Дегидрокварцетин также известен как эксефалин. И это вещество является природным антиоксидантом. Оно, кстати, часто встречается в репчатом луке, особенно в красных сортах. В расторопши, вспомните мои лекции по печени, посмотрите, кто еще не смотрел. Я всегда рекомендовал расторопшу как мощнейшее гепатопротекторное средство, то есть которое восстанавливает клетки печени гепатоциты. При проблемах с печенью обязательно принимайте дополнительно вместе с общей методикой лечения дегидрокварцетин. Также это вещество есть в коре кедрокорейского и дугласовой пихте, то есть дугласии. Это вещество обладает очень сильной антиоксидантной защитой, противоопухолевой защитой, а также противоинфекционной. Это очень сильное биологически активное вещество. Оно обладает ярко выраженным лечебным действием при онкологии, ничего удивительного, потому что это мощнейший антиоксидант, при сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях печени, при различных вирусах гриппа, при энтеровирусах, при вирусах гепатита и даже при вирусе Эбола. В настоящее время это вещество изучается во многих исследовательских институтах мира. Помните, дорогие товарищи, что главной причиной большинства болезней организма человека в целом является преждевременное старение и гибель клеток, преждевременная гибель от разрушительного воздействия свободных радикалов на мембрану этих клеток. Каждый день мы подвергаемся воздействию свободных радикалов по разным причинам. Такого воздействия, как сейчас, не было никогда ранее у наших отцов, бабушек, дедушек и так далее, потому что в наши дни существует множество факторов воздействия на человека антропогенных, которых не было раньше. Это экология, химия в быту и прочие факторы. А дегидрокварцетин эффективно и доказанно защищает клеточную мембрану, нейтрализуя свободные радикалы и тем самым оказывает именно лечебно-профилактическое действие на организм человека. Конечно же, существует огромное количество клинических исследований, которые подтверждают лечебный и реабилитационный эффект дегидрокварцетина при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и иммунной системы. У многих людей в наши дни есть серьезное закисление организма из-за неадекватного питания, рафинированной пищи, из-за малого количества воды, и поэтому у большинства людей кровь густая. Так вот, дегидрокварцетин разжижает кровь, и не нужно никаких синтетических химических средств, лекарств. Помните об этом, скажите родителям вашим. Безусловно, в этой связи это огромная защита при гипоксии и, как следствие, профилактика инсультов, инфарктов. Так в каких же случаях рекомендован дегидрокварцетин, а дальше я скажу, в каких научно-исследовательских институтах были проверены эти действия? В первую очередь, дегидрокварцетин рекомендован в комплексных лечебно-профилактических и реабилитационных программах больных и шимической болезнью сердца. Потому что дегидрокварцетин укрепляет стенки сосудов. Он достоверно, точно, абсолютно снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови. Это важно всем, у кого эти показатели повышены. Разумеется, тем самым он препятствует развитию атеросклерозы. Также снижает риск возникновения аритмии инсультов и инфарктов. После перенесенных инсультов и инфарктов категорически важно его применять для предотвращения рецидивов и укрепления сердечно-сосудистой системы. Он улучшает реологические свойства крови и снижает риск тромбообразования. Он восстанавливает микроциркуляцию крови, особенно на периферии, в микрокапиллярах. Он стабилизирует артериальное давление. Кстати, обязательно посмотрите мое видео «Гипертония. Часть 2». И в комплексе других мер для нормализации кровяного давления я рекомендую его употреблять также. Применяется дегидрокварцетин также в комплексной терапии и профилактике сахарного диабета. Он предотвращает риск заболевания сахарным диабетом, так как снижает общий уровень сахара в крови. А также предотвращает развитие диабетической ретинопатии и полинейропатии. Он также снижает гликемию после еды, то есть нормализует баланс сахара в крови. Ну а также уменьшает прогрессирование микро- и макроангиопатий. Он восстанавливает и повышает работоспособность при высоких физических и психоэмоциональных нагрузках. Поэтому для спортсменов, кто занимается фитнесом, кто занимается бегом, большой физической работой, для тех, кто занимается умственной работой, он, конечно же, необходим, при том, что сейчас, еще раз повторю, на нас действует огромное количество вредных факторов, ослабляющих организм. То есть, по сути, он действует на организм компенсаторно. И вот многолетние экспериментальные клинические исследования дегидрокварцетина говорят именно об этом. А где были проведены эти исследования? Ну, во-первых, они проводились в НИИ фармакологии, в Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, в Сибирском государственном университете, в Институте микрохирургии глаза. Дегидрокварцетин восстанавливает сетчатку и поврежденные микрокапилляры глаза. Проводились исследования в Институте хирургии имени Вишневского Российской Академии Медицинских Наук, а также в Российском онкологическом научном центре имени Блохина Минздрава Российской Федерации. И вот именно в этих институтах были выявлены следующие фармакологические свойства. Тут я советую ставить на паузу и просто выписывать. И если у ваших друзей, знакомых, близких есть данные проблемы, рекомендуйте им наряду с общей медицинской, либо альтернативной методикой лечения применять обязательно дополнительно дегидрокварцетин. Первое и главное, надо помнить о том, что дегидрокварцетин обладает очень высокой антиоксидантной способностью, то есть происходит торможение, блокировка, перекисного окисления, а значит происходит ограничение повреждающего действия от свободных радикалов на клетку. Однозначно происходит замедление процесса старения организма в целом при длительном применении. В первую очередь благодаря антиоксидантам, а во вторую благодаря оптимизации периферического кровоснабжения и защите мембран клеток от их разрушения. Стенки сосудов микрокапилляров становятся более эластичными. Но и тем самым происходит улучшение функционального состояния всей сердечно-сосудистой системы, улучшение магистрального и периферического кровотока, снижение артериального давления, то есть это средство в борьбе с артериальной гипертензией. Происходит нормализация проницаемости сосудистой стенки. Происходит нормализация вязкости крови и свертывающей активности. Также происходит нормализация коронарного кровотока, возбудимости, проводимости и сократимости миокарда. В связи с работой дегидрокварцетина происходит улучшение кровотока и в церебральных сосудах, и восстановление обменных процессов в клетках головного мозга, и периферической нервной системы, то есть при любых прединсультных состояниях, после инсультов, применять дегидрокварцетин разумно и просто необходимо. Но он также нормализует еще и липидный обмен, то есть жировой. Ну и естественно формулу липидного профиля крови улучшает, как уже говорил, препятствует развитию атеросклероза, снижает и стабилизирует прогрессирование развития диабета, а также сосудистых осложнений в связи с развитием диабета. Очень важно отметить, что дегидрокварцетин также улучшает функции зрительного аппарата, причем не только при воспалительных, но и при склеротических и дистрофических заболеваниях глаз. В результате происходит повышение остроты зрения, и особенно важно у тем, у кого есть такая проблема, дегидрокварцетин ускоряет рассасывание кровоизлияния сетчатки. У кого есть кровоизлияние сетчатки, во-первых, посмотрите мое видео про витамин К, К2, обязательно принимать необходимо, а также дегидрокварцетин. Совместно эффект будет гораздо выше. Есть у него также иммуномодулирующая активность и при аллергических, и любых иммунодефицитных состояний. Дегидрокварцетин является также природным антибиотиком с выраженными бактерицидными и противогрибковыми свойствами, поэтому в общей противогрибковой, противовоспалительной терапии, а также в борьбе с бактериальными поражениями различного рода, дегидрокварцетин применять следует. Очень много есть исследований на тему, а также практически ясно то, что дегидрокварцетин очень важен в профилактике и при лечениях, и при обостренных стадиях хронических заболеваний ОРВИ и органов дыхания. При пневмонии, бронхиальной астме, бронхитах, трахеитах он способствует более скорому выздоровлению и очень быстрому купированию воспалений. В онкологии достоверно известно, что дегидрокварцетин тормозит деление опухолевых клеток. Наряду с применением хето-питания, наряду с прочими факторами, о которых я говорил в моей лекции «Общие принципы лечения онкологии», применение параллельно с другими препаратами дегидрокварцетина будет вызывать более быструю и активную реакцию апоптоза, то есть разрушение раковых клеток. При этом нормальные клетки сохраняют свою жизнедеятельность, как им и положено. Дегидрокварцетин также имеет выраженный омолаживающий эффект, то есть он стимулирует регенерацию кожи, в том числе, кстати, синтез коллагена и эластина. И вместе с кератином, который я рекомендую потреблять, эффективность будет несоизмеримо выше. Его длительное применение более трёх месяцев повышает защитные свойства кожи, а также происходит устранение угревой сыпи и гныничковой сыпи. При синдроме хронической усталости, а у меня есть такое видео, посмотрите его обязательно, я рекомендую вводить дегидрокварцетин параллельно с теми препаратами, которые назначаются при синдроме хронической усталости. Он очень сильно повышает резистентность организма к физическим и психическим нагрузкам. Также дегидрокварцетин является естественным гастропротектором и гепатопротектором. Он оптимизирует регенерацию слизистой оболочки желудка, происходит более активное заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки, поэтому при всевозможных болезнях ЖКТ его применять просто необходимо. Он улучшает функции печени, восстанавливает клетки печени гепатоциты. Он препятствует повреждению печени различными вирусами, в том числе цитами, головирусами и прочими. А также препятствует воздействию токсических веществ, различных ядов, алкоголя, солей, тяжелых металлов. Поэтому обязательно посмотрите мою лекцию «Грипп-дождевик». И если применять эту программу, рекомендованную мною в лекции «Грипп-дождевик» и совместно принимать дегидрокварцетин, эффект будет более быстрым и более стойким. И, кстати, применяется дегидрокварцетин и при химию, и радиотерапии. При этом иммунная система от воздействия химиотерапии страдает меньше. Дорогие друзья, под товаром дегидрокварцетин на нашем сайте nadgar.ru, где вы можете его купить, вы также найдете несколько очень важных статей на эту тему. А сейчас я скажу выводы из одной статьи по исследованиям на коронавирусе COVID-19, который проводили китайские ученые. Кратко вывод заключается в следующем. Результаты показывают, что при применении дегидрокварцетина для лечения пневмоний разного рода, в том числе вызванных новым типом коронавируса COVID-19, можно сократить время смены положительной реакции на вирусную нуклиновую кислоту на отрицательную, способствовать рассасыванию воспаления легких, сократить время госпитализации. По сравнению с контрольной группой имеются значительные различия, указывающие на то, что дегидрокварцетин обладает хорошим противовирусным эффектом. Ученые отмечают, что механизм противовирусного действия дегидрокварцетин еще не ясен, но поскольку этот вопрос не изучали глубоко и длительно, но предполагается, что это связано, этот факт, который есть, связан с увеличением активности лимфоцитов, которые происходят после применения дегидрокварцетина, ну и требуется дальнейшая проверка в будущих базовых и клинических испытаниях этого эффекта, который наблюдается явно и стойко. В заключение я хочу вам сказать, дорогие товарищи следующие, что при бронхолегочных заболеваниях, при острой пневмонии, хроническом абструктивном бронхите, бронхиальной астме, причем даже включая инфекционную форму, включая стадию обострения, в составе комплексной терапии обязательно применяйте дегидрокварцетин. При ишемической болезни сердца, при различных сердечно-сосудистых заболеваниях обязательно стоит принимать дегидрокварцетин. Противопоказаний практически нет. Ну, условная это гиперчувствительность, индивидуальная непереносимость, все как всегда. Нормы применения вы можете найти на нашем сайте под данным товаром. Я долго искал надежного производителя, у которого есть свое производство, качественное оборудование и сырье. И спустя два года я нашел такого производителя. Более того, оказалось так, это бывает крайне редко, крайне редко, что цена на данный препарат существенно, просто иногда в разы, ниже, чем у аналогичных производителей, в силу того, что данный производитель обладает всем комплексом технологических циклов и начиная от заготовки сырья до всех этапов переработки, выполняет сам. И в данном случае, действительно, при высочайшем качестве цена ниже, чем у многих производителей до двух-трех раз. Не на 2-3%, не на 20-30%, а на 200-300%. И я рад, что могу вам предложить высококачественное сырье, которое принесет вам пользу и здоровье. Напоминаю, что сочетается данный препарат с любыми другими. Я рекомендую его сочетать в общей методике любого лечения и профилактики, например, с биокедром, с серией Т8 Тайга, например, Т8 Экстра, с нашими фукусом, соком пророской пшеницы, дикой спирулиной. Сочетается его применение с любыми грибными препаратами и, напротив, эффективность лечения будет только выше. Просто разносите все во времени. Ну, а подробнее, как принимать, указано под товаром на нашем сайте. Заходите на него. Напоминаю, что есть у нас еще второй сайт, кто не имеет по какой-то причине возможности заказывать на нашем основном сайте, то может приобрести его на втором сайте. Оба будут указаны по данным видео, по ссылочкам. Да, дорогие товарищи, чуть не забыл. Во-первых, у меня есть на моем блоге, главном сайте, youfrolov.blog, раздел объявлений, в нем подраздел вакансии, кто хочет у меня работать по тем или иным направлениям, пожалуйста, смотрите. Но, второе, что я сегодня хотел сказать, о чем обещал вначале. У вас есть возможность посетить мое уникальное занятие, которое я решил провести 10-12 октября этого года. Подробней, на моем сайте, youfrolov.blog, подробно все это изложено. Но в описании будет ссылочка, вы можете нажать и попасть уже на нужную страничку, чтобы ознакомиться с условиями проведения данного занятия. А тема очень простая. Органическое, эффективное земледелие в теплицах и зимних садах. Все от идеи до ее реализации, от строительства до урожаев. Все расписано досконально, читайте. И советую, кому это интересно, обращаться как можно быстрее, чтобы понять, будет ли сформирована группа, и вы и я могли спланировать свои дела в связи с этим. Для тех, кто будет протестовать, а такие люди есть, для которых любая информация, если есть реклама, сразу как тряпка красная для быка, застевает, что называется, глаза и разум. Для тех я выпустил видео, опять реклама. Посмотрите, вот такие люди, и это мое видео, то есть ответ вам уже, потому что вы не оригинальны, не новые, давно такие же, как вы, об этом уже протестуют, хотя и вместо благодарности за важную информацию вы еще и выпендриваетесь. Ну вот для таких я грубо, но четко по полочкам ответил, и вы поймете, кто же вы таковые есть на самом деле. Ну, а всем хорошим, честно, порядочным, здравомыслящим людям я хочу пожелать крепкого здоровья, и до новых встреч. Скоро вы увидите на моем канале очень важные, интересные видео. Ну, а сегодняшнее на этом я заканчиваю. До свидания.